Играю на Часко с Гроссмейстером. Скорее всего будет дебют рейтинг после Ж3. Или какой-то переход в английские структуры тоже здесь возможен. Расставляю стандартную стенку со слоной в 5, Е6, H6. Может быть взятие здесь, на что я беру пешку Е. Так, ферзь Б3, да, такой ход тоже имеется. Слон Е3, ферзь Б3, размена и потом А6. На конь Д4 слона убираю на А7. Тут есть переводы коня через Д4 на С2 у белых. И потом где-то движение пешки Б, возможно. Ну, пока что заканчиваю развитием. Вроде сейчас Б4 мне не грозит. Надеюсь, что успею вывести слона и сделать рокировку. И уже готовиться там ко всем активностям белых по линии. Задумался соперник. Наверное, считает, да, конь Д4, конь А4 какие-то такие наскоки. Ну, ладно, слон Е7. Не буду обращивать внимания, собственно. Конь Б6 взял и ушел в короткую рокировку. Конь Д4, стандартный ход тоже. Убираю слона. Ну, и пытаюсь как-то сдерживать просто его активность. То есть не даю Б4, не даю Е4. И сам по возможности это может быть Е5 проведу. Также конь Д7 могу еще попробовать ликвидировать опасного слона Б6. Наверное, это и нужно сейчас сделать. Так, слон уходит. Ну, и, наверное, своего на более активную позицию вывожу. На Ф6. Хочу спровоцировать какие-то, да, вот такие ходы типа слона Д4. Думаю, что и можно здесь разменяться. Хотя теперь я допускаю Б4. На самом деле спорный момент. Все-таки его слон Ж2, я думаю, будет посильнее, чем оппонент А6. И, возможно, какую-то контрагрузию здесь навяжут. Нужно короля так подтягивать. Скорее, король А8. Сейчас Б5 не страшно из-за АБ. Соперник решает заблокировать весь центр. Но я не совсем согласен, на самом деле, с этим решением. Потому что сейчас, если у меня король придет на С7, думаю, что позицию я как-то здесь стабилизирую. И уже смогу потом сам где-то рвать по центру путем общей с Е5. Соперник, правда, может сам Е4 попробовать меня упаковать каким-то образом. Но думаю, что там на Е4 ДЕ, ДЕ и Е5 еще могу встретить. Таким образом как-то. Ладья Е8 пока что нужно перегруппировать фигуры. Е4 все-таки сыграно. Так, на ДЕ, ДЕ. Е5. И вот поле Д6. Очень слабое. Ну, вроде как, позиция держится, поскольку там у меня есть ресурс владея Е7 в какие-то моменты. Слон закрытый остается. Да, вот это не может радовать меня. Где-то через Е6 нам придется потом включать в игру. Если получится. Аж 5, чтобы Е4. Соперник совсем его напрочь не закрыл. И ладью подвожу на ДЕ8. Ну, Ж5, думаю, тут будет тоже интересно. То есть, чтобы вот здесь вот на этот ход Ж4 имелось Х4. Мне кажется, это более хорошая редакция для меня, так как сейчас перевожу коня на Е7. Играю Ф6 где-то. И слона в игру включаю. Через Ж8. Такая маневренная стратегическая игра идет пока что. Правда, уже близится к нот. Ну, и все очень похоже становится на ничью. Если где-то сейчас какие-то решающие жертвы на А6 не пройдут у белых, то очень возможен ничейный исход здесь. Конь С8 может попробовать выменять активную фигуру. Конь Б7, король Б7. Ну, вроде как, не страшно. Попробуем так сыграть. Здесь можно взять королем даже. Слон Б3. И поскольку у белых пешки стоят по белым полям, может быть, даже какую-то свою игру я здесь смогу навязать. Так, например, побил сюда. Слон А4. Слон Б5, наверное, придется. Все-таки не вижу там особых перспектив. Так, Б6. Или А5 сразу. Б6, допустим. Так, здесь А4 резко прорываюсь, хотя, наверное, смысла никакого в этом нет. Все равно битые ничья на доске. Ну и просто согласились. А5. А5. А9. А5. А8.